МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня неприязнь к мячам с детства была, потому что постоянно это был мой самый сложный номер, самое сложное упражнение в гимнастике. И я мечтала, чтобы мяч был квадратный, с ручкой, чтобы его можно было взять и куда-нибудь там деть. И на самом деле очень часто роняла мячи за площадку и не любила очень этот предмет. Я, конечно, кроме одного мяча в своей жизни ничего в руках не держала. А тут целых семь. Но, честно говоря, я не могу, у меня глаза разбегаются. Знаете, право в эту сторону, лево в эту, и ощущение, что я просто косею под конец номера уже. Очень сложно. Ну, не знаю, посмотрим, как получится. Дай бог, чтобы вы меня уронили, хотя еще ни разу чисто не сделали на тренировках. Но я просто буду молить бога, чтобы мячи прилетели ко мне в руки. Как гласит старинное правило жонглеров, чем выше подкидешь мяч, тем больше времени на перекур. Узнаем, удастся ли сбегать Ирине Чащиной в буфет по траектории полета ее мячей. Встречайте, Ирина Чащина! Друзья, Ирина Чащина, номер... Это жонглирование сейчас будет, да, насколько я понимаю? Вот этот, конечно, элемент у Ирины получается как ни у кого. Сколько это, безусловно, ей привычно, но ей-то привычно выступать с одним мячом, да? А тут их целых... Пока три, да. Представьте, Борис, партнера Ирина. Ну, мы с этим партнером Ирина уже знакомы. Это Дмитрий Чернов. Если вы помните, они делали иллюзию, трансформацию. Насколько я понимаю, Дмитрий из цирковой семьи. Да, его родители работали в цирке. Сам он работает в цирке в ряд многих фестивалей. Он соло-жонглер. Дмитрий из цирки. Дмитрий из цирки. Зам. Потрясающая Ира владеет собой и владеет вот этими шарами. Смотрите, сколько элементов. Я могу сказать, что великолепная профессиональная пара. Самое главное, конечно, у жонглера любой завал моментально становится заметным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам должен сказать, что вот эта закалка спортивная, собираться во время соревнований, это очень великая вещь. Потому что во всех номерах Ирина всегда собирается, несмотря на то, что она может в репетициях, до шоу, в прогонах совершать какие-то помарки во время шоу. Все у нее, флотфу всегда бывает идеально. Семь мячей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Браво, 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 браво! Уважаемые аплодисменты, друзья! Ирина Чащина, Дмитрий Чернов! Ира, если честно, мы, наблюдая на прошлом шоу выступления Александра Мохова с мячами футбольными, были уверены, что никто не сможет повторить, а это и улучшить, заменив футбольные мячи на шары для боулинга. И это, конечно, уникальный момент. Расскажи, ты же всегда, ну, как бы с одним мячом, в художественной гимнастике-то с одним, тяжело было увеличить количество? АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, хочу сказать, что действительно, кроме одного мяча в жизни своей ничего не держало, только запасной сдутый на всякий случай. И поэтому, как вы видели, очень сложно. Вот шесть мы с Димой делали, и в конце взяли семерку. Честно говоря, мне очень сложно, потому что разбегаются глаза, один в одну сторону, другой в другую, и сложно выловить своими корявыми руками. На самом деле. Поэтому спасибо вам огромное. Такая поддержка большая. И вам огромное спасибо за такие оценки. Не ожидала, честно. В принципе, конечно, можно было бы и не разговаривать с членами жюри, но, как показывает сегодняшнее шоу, иногда, выставляя хорошие оценки, члены жюри говорят совершенно уникальные вещи. Послушаем. Аскольд запасный, прошу вас. Вы знаете, может быть, у нас с братом семейная страсть к Ирине Чащиной. Он вообще предлагал ей жениться буквально здесь. Да? Да, он предлагал, говорил о том, что Ирина может выйти замуж за него спокойно. Дмитрий тоже холост, говорит этот жест. Вы знаете, мне кажется, самое главное, когда смотришь в этом проекте на номера, не видеть Ирину Чащину, спортсменку, участвующую в проекте «Цирк», а увидеть артистку «Цирка», которую потом объявляют Ириной Чащиной. Вот это я увидел сейчас. Ах! Микрофон берет Сергей Белоголовцев. Человек, который начинал в свое время жонглирование, нашел «Цирк со звездами». Три баскетбольных мяча в финале номера и семь уже. Вот какая прошла эволюция. А ведь вот как все начиналось. Прошу вас, Сергей. Казалось бы, три баскетбольных мяча, что может быть сложнее? Да. Думал я тогда. Вот, пожалуйста, номер убийца, я бы назвал вот так. Номер убийца. Можно ездить по стране, убивать людей этим номером. Я просто смотрел номер в предыдущий игровой день, я смотрел и видел, как Ирине поставили не очень высокие оценки за манипуляции с собаками. Напомните имя члена жюри. Такая девушка в очках, я не помню как. Елена Малышева? Нет. Подождите, подождите, сейчас я подумаю, кто бы это мог быть. Вот на Марину немножко похоже. Марина Голубь в очках? Нет. Тоже блондинка. Сергей Зверев? Тот, нет, нет. Нет. Тогда я не знаю. Собчак, спасибо, добрый зритель. Собчак. Вот это зловещее слово Собчак. С которым начинается каждая вторая драка в этой стране. Абсолютно. Ну при чем тут я? Ну вот вы видите, Иван, ведь я ничего ему не говорю. Он все время... И я тоже. Понимаете? И я тоже ничего не говорю. Меня чуть-чуть похоже. Неправда. Неправда. Полное уважение и любовь. Вот. В принципе, о чем мы говорили? Да неважно. Да. Да, я говорю, что Ирине поставили низкие оценки за то, что у него якобы лицо было какое-то не такое. А у него просто лицо такое и все. Хорошее, красивое, бесстрастное лицо. Белое, русское лицо. Вот. Поэтому я очень рад, Ир, за вас. Вот просто честно. Честно, искренне рад за вас. Потому что я знаю, как тяжело жонглировать мячами. Тремя даже. Тремя. Двумя легче. Тремя вообще нереально жонглировать. А вы семь. Я просто... Респект. Друзья, иностранным словом респект завершает свое выступление Сергей Милоголовцев. 40 баллов. Максимальная оценка Ирина Чащина, Дмитрий Чернов. Браво! Я, честно говоря, очень рада и слава богу, что... Ну, была небольшая помарочка, да, но я думаю, что мы своим образом как-то это обыграли. И очень волновался, на самом деле, за концовку, потому что так тяжело было эти все мячи вылавливать. И я думала, господи, ну сейчас, Дим, вот все, вот сейчас не получится, музыка становится, буду заново. Вот сейчас не получится, опять заново. Блин, Димке, спасибо, просто вообще вылавливай. Тебе спасибо. Все мячи вылавливай. Мы там не серьез бросали, пойдем собирать.